Меня вот история с крымскими татарами, честно говоря. Это дискриминация, это безумовно дискриминация целого народа, почему в другой раз? У меня даже есть ответственность, почему? Потому что они считают крымских татар пятой колонной? Не они, а более конкретно, я не скажу. Потому что на оккупированной территории Крыма, нашей территории, сейчас орудует и главные оборудки действуют, действует новостворенное управление ФСБ Российской Федерации. Именно они читают те самые книжки и инструкции Старлина по депортации. Именно эти традиции снова насадчиваются. КДБ, ГПУ, НКВД, которые переследовали крымский татарский народ в середину. А насколько вы, как служба безопасности, вообще отслеживаете события в Крыму? Мы просто отслеживаем. Это наша территория, поэтому никто не снимал обязанностей и от нас, и от других структур, работать. Пока она оккупована Российской величезной армией, плюс державные зрадники, майже на 90%, которые складали на тот час и уряд Крыму, и Верховную Раду, парламент АРК. Это те, скажем так, люди, которые вчинили злочин и сприяли агресорам. То мы не просто выследовываем, а их злочинная деятельность, плюс их вкрадение от наших граждан в Крыму, в том числе, бюджет и другие, скажем так, майновые и другие питания. Это санкции на них, арешты, которые находятся на нашей территории, або находятся в европейских странах. Вот это, чем мы сейчас, с добейшего, занимаемся. Ну, в Крыму ФСБ, это само собой разумеется, тем более, если там будет размещаться ядерное оружие. Для нас это не разумеется, это наша территория. Это для них, да, я имею в виду. Но, ведь, что говорят, опять-таки, я хочу вас спросить, ФСБ, ФСБ, есть криминальные авторитеты, плюс чеченцы, друзья Рамзана Кадырова, главы Чечни, которые, в принципе, сейчас управляют полуостровом. Это так? Ну, я бы не сказал, что они керуют, но это те инструменты, которые брутально и действительно незаконно используются российскими спецслужбами. И криминалитет, и мародерство, и крадежки. Вот тут, до речи, были військовые навчания показаны, российские. Так вот, случайно, российский генералитет и військовые хотели бы далее и навчания проводить, и вести войну только на нашей территории.